О, спорт! Ты мир, ты жизнь и ты любовь! Сегодня у нас в гостях человек, которого многие из вас, наверное, сразу же узнали. Сегодня у нас человек, который тесно связан с одним очень красивым и очень тяжелым видом спорта. Вот с этим человеком мы и будем говорить о жизни, о спорте и о любви. И, конечно же, о здоровье. В эфире «Актуальная тема». С вами сегодня Владимир Шевчук. Ну, а в гостях у нас Лала Акапян. Она двукратная чемпионка мира по фитнесу и бодибилдингу. Многократный победитель разных международных соревнований самого-самого высокого уровня. Впрочем, чего я все перечисляю. Многие те, кто знают, те знают. А те, кто не знают, сейчас все узнают от самой нашей гости. Добрый вечер, Лала. Здравствуйте. Лала, честно сказать, я только из программы «Город» узнал о том, что вот в этот вид спорта вы пришли, ну, фактически инвалидом. И как же вы решились вообще на то, чтобы заниматься таким видом спорта? И что вообще с вами тогда произошло? Тяжелая травма, которая не давала возможности мне ходить и передвигаться. И вот такое, скажем так, невозможность нормально жить привела меня в спортивный зал. А вы уже знали, скажем, о таком человеке, как, скажем, Валентин Дикуль, который тоже после тяжелой травмы восстановился? Или тогда еще ничего о нем не было? Нет, я, конечно, знала, но для себя я такую работу не приемлема, не рассматривала. И просто мне было необходимо ходить, двигаться, и не в пределах своей квартиры. Вот поэтому я пришла в тренажерный зал. Ну, для этого нужно было ведь не только, скажем, время, но и наверняка чисто морально нужна была какая-то поддержка людей близких, которые бы вас поняли, не стали бы отговаривать от того, чтобы поднимать вот эти тяжести, не говорили вам, а что будет еще хуже, еще тяжелее. Вообще, насколько важны спортсмену, человеку, может быть, который решился на вот такой шаг в жизни, понимание близких, друзей? Ну, это замечательно, если человек имеет поддержку и понимание близких. Со мной было все по-другому, никто абсолютно не верил в мои силы, в мои возможности. И вот в такой изоляции мне приходилось работать, потому что для себя я определила, или я изменю свою жизнь и стану другим человеком, либо я не могу так жить больше. Ну, и вы помните вот свою первую, пусть даже не громкую, а вот такую победу над самой собой, что ли? Ну, вы знаете, у меня первая победа была как раз-таки одна из самых громких, потому что когда я пришла в тренажерный зал, даже это нельзя назвать приходом, я приволокла свои ножки, которые у меня практически не ходили, вот, я их приволокла в тренажерный зал, попросила помощи, в общем-то, мне в ней деликатно отказали, и тогда я поняла, что мне надо что-то делать самой, в течение трех лет я похудела на 30 килограммов, потому что была я очень полная, если не сказать толстая, вот. За три года я похудела на 30 килограммов, и те люди, которые видели мою работу в тренажерном зале, они спустя три года подошли ко мне и предложили выступить мне на соревнованиях. Вот. Я и стеснялась, и смущалась, потому что выступление на соревнованиях не было моей целью. Моей целью был здоровый просто образ жизни, возможность спокойно двигаться, и ни от кого не зависеть в физическом плане. Вот. И первое соревнование, это был чемпионат мира, я выступила на этом чемпионате и победила. Вот так. Вот так. Первое же выступление и первое же вот такая громкая победа. Я напоминаю нашим телезрителям, что вы можете позвонить по телефону прямой связи со студией и сказать все, что хотите сказать по теме нашей сегодняшней беседы. Сейчас у нас первый звонок. Добрый вечер, мы вас слушаем. Добрый вечер. Очень приятно участвовать в вашем эфире, и хотелось бы задать Лоле такой вопрос. Скажите, пожалуйста, а что ожидает в пожилом возрасте состояние женщины, имеющей столько много мышц и такую фигуру? Ну, во-первых, Лоле все-таки, да? Вот. Ну что ж, вот вопрос. А можно уточнение? Что значит пожилой возраст женщины? Сколько? Как вы думаете? Она уже ушла, она считает, что вот есть такой возраст. Вы знаете, очень часто бывает так, что пожилым возрастом люди называют возраст 40, 45, 50 лет. Вот для меня занятие бодибилдингом и вообще, в принципе, вот таким видом не имеет возрастных границ. На сцену, на подиум выходят люди 55, 60 лет в очень красивой физической форме. Поэтому я считаю, что люди, которые активно занимаются собой, им ничего не грозит ни в 50, ни в 55, ни в 60 лет. И вообще я открою маленький такой секрет, потому что я об этом очень долго думала. А вот сейчас я скажу для всех, свое 50-летие я хочу отпраздновать здесь, в городе Казань, на сцене молодежного центра «Акбарс» на подиуме, выступая на открытом чемпионате Казани. Мальчики, мы никогда не поверим, что вам когда-нибудь будет 50. Очень, очень скоро. Вы знаете, я единственное, что только еще хотел бы сказать, это же телезрители. Вообще, понимаете, так много мышц. Мне кажется, у всех у нас мышц примерно одинаковые, только не у всех они развиты, так как...